Я приветствую всех любителей парфюмерии на своем канале. Меня зовут Инна и так я начинаю обычно каждое свое парфюмерное видео. Канал мой, конечно же, про парфюмерию, но я сегодня решила привнести немножко в наше с вами общение, немножечко такой житейской, житейской рутины, житейской ноты. Видео, признаюсь честно, сегодня будет касаться, наверное, больше девчонок. Конечно же, здесь будет речь идти и про парфюмы. Но в этом видео я хочу пригласить вас в свою ванну, мы уже здесь и я накрашусь своими любимыми продуктами декоративными, покажу вам секреты, немножко секреты своей красоты, секреты, чем я пользуюсь, какие-то моменты абсолютно житейские. И мы с вами сделаем вот такую вот укладку, я покажу средствами, которыми я пользуюсь, которые помогают мне делать вот такую мою длину, совершенно объемной, легкой и непринужденной. Если вам это все интересно, то, конечно же, продолжайте смотреть мою длину. Так, я вас сейчас взяла с собой ванну для того, чтобы приоткрыть маленькие такие секреты. Во-первых, вы всегда спрашиваете, как я ухаживаю за собой, каким кремами пользуюсь, какие процедуры я делаю по ходу за собой. Вообще, моя рутина, моя утренняя. Поэтому я рискнула. Надеюсь, вы строго меня не оцените. Все мы, девчонки, все мы бываем вот в таком виде, когда голова у нас только после душа, совершенно ни капли макияжа. Я покажу вам, ну, как я ухаживаю за собой, если это можно так назвать. Почему мокрая голова? Я хочу вам показать средства, которые я в последнее время просто от них в восторге. Они помогли мне остановить выпадение, пошли очень классный рост волос. Мало того, я как парикмахер хочу вам сказать, что они просто потрясающе имеют классный сталь. Но обо всем по порядку. Так, я сегодня на спортике и хочу, чтобы не быть в альфакторной тишине, перед тем, как начать показывать вам баночки, хочу сделать парфюм. Взяла сюда перед вами три парфюма. Это молекула 2, молекула 2, эсцентрик. Хочу цитрусов, хочу легкого и хочу не сильно стойкого, потому что ко мне сегодня, уже посылку муж мой забрал, едут ко мне парфюмерные, ну, открою вам секретик, парфюмерные пробнички. Очень много жду, но это, наверное, будет в отдельном видео, поэтому подписывайтесь, если вы парфюмерные, ну, и за парфюмерией меня смотрите. Я выбираю между дикими фруктами. И я, кстати, вот достала мандарин и базилик от Аквалигории. У меня расход идет исключительно в зимнее время года. И я вот, давайте послушаем, тут мандарины, пахнет уже Новым Годом, очень свежий парфюм, эсцентрик, классный, но он будет держаться целый день. А я хочу просто вечером послушать уже другие ароматы. Wild fruits, ну, я тут сразу оказываюсь на берегу моря, тоже он будет очень стойкий. Наверное, все-таки я сделаю парфюм огня Аквалигория мандарин и базилик. Кстати, моя спортивная кофта, я брызгала, она до сих пор пахнет ангел-мюглер, ангел-нова, класс. Она брызгала прям, знаете, так вокруг воздух, ой, класс. Шкурки мандарина, потрясающе. Ну что же, давайте ухаживать за собой, что я делаю. Я уже, перед тем, как идти в душ, я сделала глиняную маску. Вот такая глина, я использую очень часто, это глина компании Рамира. Белая, розовая, голубая, очень часто пользую я глину, на 10 минут в душе смываю. Сейчас еще дотянусь до своей самой любимой маски, это секретик мой такой. Дотянулась и хочу вам показать, смотрите, она уже разрезанная. И это маска компании Herbalife. У них одна такая маска, она называется очищающая на основе глины и мяты. Это просто что-то невероятное. Вот, и сегодня я делала ее, так как ее разрезала. Вот, она такая глиняная, зелененькая, вот. Потрясающе тонизирует, освежает, чистит поры. Ну, просто обожаю, это я вам, знаете, как от сердца отрываю такой секретик. Потрясающе. Заканчивается, вот, я буду покупать ее опять. Супер. Нанесла маску, смыла немного, я могу раскрасниться. Она иногда у меня по какой-то причине вызывает прилив крови. И дальше, ну это хорошо, я наношу крем. У меня сейчас в пользование, я вам ставлю картинку, чтобы баночки вам не тыкать в камеру. У меня сейчас крем, который, видите, картинку, который является для меня базовым. У него такая консистенция довольно-таки плотная, густенькая. Вот. Хочу сказать, что крем, в принципе, хороший, нормальный. До этого у меня был лучше. Я вам ставлю сейчас картинку, который мне понравился гораздо больше от той же фирмы Skin House. Мне он понравился больше. Он такой, знаете, как улиточный такой слизь. Вот он какой-то был потрясающий. Я хочу сказать, этот я закончу, он просто нормальный. Увлажняет кожу, кстати, для зимы, наверное, он и классный будет. Потом куплю, вернусь обратно к тому. Значит, что я делаю? Просто наношу крем. Кстати, на лоб я никогда крем не наношу. Наношу крем. И очень часто я использую, когда наношу крем, правило 3П. Это у нас поглаживание, поглаживание, похлопывание. Мы немножечко, знаете, как ручки себя так похлопали, похлопали, чтобы проснуться. И пощипывание. Вот эти приемы делают просто прилив крови. Вот, пощипали, пощипали. Даже румянец появился. Пощипали, пощипали. Вот, лицо ожило, кровь стала двигаться, тело можно трогать, лицо нужно трогать, чтобы не было никаких застой. Кровь и жидкость во всем организме должна ходить, тем более в лице. Кстати, по поводу крема. Я хочу сказать, что на ночь я вообще не пользуюсь кремом совершенно. Вот, я такой не пользуюсь. При этом просыпаюсь утром и лицо у меня увлажнено. Вот я еще раз сказала, что лоб я никогда в жизни никогда не наношу крем. И тем не менее, он нормально себе живет и ничего мне плохого не говорит. Ладно, крем нанесли, массажик сделали, пощипали, пощипали. Немножечко это все должно впитаться. Пока впитывается, секундочку. Я вам покажу маникюрчик. Я уже успела утром сделать. Делаю его сама. Я из тех людей, которые могу обслуживать себя сама. Это гель-лак. И, кстати, тоже по поводу. Я никогда не обрезаю себе вот кутикулу. Никогда в жизни. Отодвигаю ее лопаточкой. Все, никак не могу я спрыгнуть с гель-лака. Хочу пользоваться, кстати, просто обычным. У меня потрясающий такой средство. Нейлтек. Нейлтек именно двоечка. Нейлтек двоечка. Хочу спрыгнуть после Нового года с гель-лака и просто пользоваться прозрачным лечебным лаком. Надо это дело бросать. Этот гель-лак бросать надо. Так, быстренько. Давайте быстренько с вами накрасимся. Хочу добить уже свой лонг кавер поезе. Тональный крем. Вообще, тоже буду покупать себе новый. Тут уже остатки роскоши. Наношу себе вот так вот я на лицо. Не знаю. Если мне мало, я добавляю. Если много, я покажу, что я делаю. Сейчас буду быстро-быстро с вами краситься. Вот. Я буду смотреть прямо в зеркало. Я просто это тональное средство руками. Вот. Совершенно спокойно разношу по лицу. Крем имеет очень натуральный вид. Он настолько красиво выглаживает кожу. У меня, кстати, в оттенке полтора. Я его закончу и куплю себе 01. 01. Он такой более беленький. На зиму мне подойдет. Вот. Я его использую и под глаза. Вот. Совершенно видите. Близенько вам показываюсь. Вот. Можно еще немножечко. У меня с собой здесь всегда есть мокрый спонжик. Вот. Я его тоже вот так вот делаю. Вот. Тогда эффект излишки уходит. Эффект очень натуральный происходит. Вот. Что-то у меня сегодня блестит. Вот. Можно сказать. Все. Тон я нанесла. И хочу сказать. Давайте, знаете, как сделаю сейчас блеск. Чтобы уже хотя бы губы появились. А руки у меня в креме. Видите? Крем очень увлажняющий. Вот этот. Прямо кожа с ним выглядит напитанной. Свой любимый Clorans в номере 07, по-моему. Да, 07 у меня. Я использую его. Вот. Все. Блеск появился. Так. Будем ли пудриться? Не знаю. Будем ли, не будем ли. Давайте сделаем. Сейчас я косметичку сюда подставлю. Я наношу обычно румяна. Они меня освежают. Люблю. Тоже мак потрясающая. Petal Power. Это минеральные такие румяна запеченные. Вот. Немножко на щечки. В принципе, уже можно бежать, если накрасить реснички. Сразу оживляется румяна. Потрясающе. Они настолько классные. Видите, я даже тон не припудривала. Вот. Потом я могу впоследствии взять пудрочку свою. Ну, например, какую. Вот у меня есть Kiko. Пудра. Кикалон. Запеченная пудра. Второй оттенок. У меня она такая светленькая. И немножечко. Сейчас я спонжик какой-нибудь достану. Можно носик припудрить. Вот. Чуть-чуть могу так пройтись по носу, чтобы он у меня держался. Так. Глазки припудрю. Потому что сейчас хочу с вами попробовать новый карандаш для глаз, который я купила. Я купила ламель. Какой-то карандаш. Будем с вами пробовать. Вот. В жизни я крашусь очень натурально, очень естественно. Так. Сейчас я его открою. И я вообще хочу сказать, что никакие процедуры я не делаю. Я не знаю, не хожу к косметологу. Ну, я какой-то такой неправильный в этом смысле человек. И тут, конечно, я не советчик, какие процедуры нужно делать. Вот. Поэтому рассказываю, как есть. Часто использую самомассаж. Вот этот самомассаж, конечно, меня выручает. Я вижу, как на глазах лицо действительно оживает. Распечатала ламель. Я даже не помню, какой-то сероватый я взяла. Так. Как же она красится? Как же она красится, чтобы вы меня видели? И я себе буду так делать. Ммм, классный карандаш. Я уже вижу. Неплохо. Купила вчера его в Еве. Ламель. Сейчас скажу, какой номер. Он такой не черный. Не хотел, а черный, потому что чем старше становишься, тем черные такие контрастные. Хотя я брюнетка. Черные контрастные такие цвета, они немножечко грубят. Грубят образ. Вот. Вот так я, в принципе, могу даже без стрелок краситься. Если хочу стрелочку, делаю уголочек вверх. Продолжаю нижнее, нижнее, вот, как это сказать, нижнее веко. Продолжила. И делаю тут, соединяю уголочек. Все. Делаем лайт стрелочки. Лайтовые. Все. Это я уже так накрасила. Сейчас скажу номер карандаша. Мне он понравился. Не знаю, будут стойкие или нет. Я припудрю. И любой нестойкий карандаш, когда его немножко припудришь, он становится стойким. Пудрочку беру, тоже Кика. И вот я так чуть-чуть поведусь. И он, пока я его не практиковала, не знаю, стойкий или нет, он будет у меня держаться целый день. Номер карандаша. 404 резкости нет. 404. Поверьте мне, я подпишу, как он называется. Ice Pencil Lamele профессиональный мейкап. 404. Все. И быстренько красим двумя взмахами крыла, красим реснички. Моя любимая тушь. Она уже заканчивается. Каждый раз она у меня есть. У меня тут есть. Покажу, какая. Вот это две мои любимые туши. Maybelline и это у нас Luxe Visage 2XL. Вот. Сейчас быстренько взмахом крыла накрасим реснички. Вот. И. Хотела с вами поговорить по поводу парфюмерии. Вы знаете, вчера я пользовалась парфюмом. Вчера, по-моему, это было, да? В общем, на днях я пользовалась La Belle, который... La Belle, Le Parfum. Жан-Польготе. Боже мой, какой классный парфюм. Я просто... Просто это может быть реальным новогодним подарком. Какой же он потрясающий зимний. Я так рада этой покупке. Невероятно. Вот. Я делаю обычно в два слоя. Первый должен подсохнуть. Но не хочу сильно защитивать виду. Так. Я сейчас открою полотенце и вам покажу. Ух, какая я красива. И вам покажу, какие же средства для волос. Я себе купила, которыми я очень довольна. Ох, красота. Так. Я немного подсушила волосы. И сейчас хочу показать вам свое открытие. Поверьте мне, я просто парикмахер. Работаю очень много лет. И я очень много средств видела по уходу, по укладке. Но именно я искала средства от выпадения. Не знаю, по какой причине выпадения. Может быть, это сезонное какое-то. Мне это помогло. Хочу вам показать. Наверное, тоже буду вставлять картинку, чтобы вы видели. И это, и это средство. Просто я в восторге от него. Они немножко разные. Это фирма Плантур. Доктор Вулф какой-то. Я их покупала на мейкапе. Также видела... Нет, я их покупала на Натина. Они там, кстати, дешевле. Видела я их и на мейкапе. Вот. У нас бесплатная доставка с мейкап. Но они там гораздо, гораздо дороже. Но средства просто обалденные. У меня тут бутылочка уже заканчивается. И я вам говорю про совершенно работающее средство. Разница у них лишь, как мне показалось, что здесь есть определенная фиксация. Я сейчас покажу, как я наношу. Средство имеет вот такой тюбик. Тут 200 мл. В этом 125. Но его, кстати, меньше и расходуется. Здесь такой носик. И я беру, вот буквально по проборам прям чувствую, да, как мы все делаем. Вот эти часто места у всех такие, ну, более височная зона, она такая слабая. Вот поэтому, поэтому вот так вот я прям на ощупь себе вот так вот, знаете, в проборы наливаю средства. И хочу вам показать дальнейшие мои действия. Очень важно ко всем вот этим средствам, которые идут от выпадения для роста волос, очень важен самомассаж. Я достала вот такую щуточку, которая у меня с запамятных, еще с не запамятных времен от Reflame. Хотя, кроме наших ручек, конечно, нет ничего лучше наших ручек. Но делаем такой массаж, самомассаж, чтобы было приятно, но чтобы это было определенное давление. Вот если использовать руки, да, надавливаем, не боимся. Немножечко можно ногтиками вот так взять и вот так вот пройтись прям по всей голове, пройтись, 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 совершенно себе помять. Пять минут. Если нет, ну, хотя бы активно две-три минуты нужно проработать, проработать. То есть, что происходит, я прям чувствую, уже начинает такое тепло. Очень приятное ощущение. Я его использую каждое мытье. А сейчас я хотела бы показать вам, я, наверное, это буду делать без звука, чтобы жужжание фена вам не мешало. Я покажу, какой эффект имеет это средство. Оно, кстати, сейчас вы увидите, какой оно дает объем, но при этом всем волосы очень натуральны. Ничего такого в них нет, чтобы, знаете, мешало какому-то протяжке хорошему руки через волосы. Сейчас я буду сушиться. Так, как вы можете наблюдать, льва чандра, это такой получается просто неприличный объем. Я сейчас не расчесывала. То есть, смотрите, просто хочу показать, что я высушивала голову вверх ногами, дула против корня, да, чтобы волос как бы вверх был. Смотрите, теперь очевидна разница. Вот здесь это зеленое средство, а вот здесь, которое имеет чуть большую фиксацию, это розовый, этот бустер розовый. Вот, и то, и то имеет средство как бы для роста новых волос. Хочу сказать, что очень много новеньких у меня стало расти. Видите, какой неприличный объем. При всем том, он держится, давайте расчешемся, он держится очень долго, в принципе, ну на один день не хватает. То же самое, вот это розовое я использую на кончике, я наливаю на руку. И смазываю, смазываю длину волос. И дальше, вы часто делаете мне комплимент по поводу укладки, я вот так вот закручиваю, просушиваю. Вот, волос остыл. И дальше получается вот такая легкая, непринужденная вот как бы, как накрутка. Хотя плойкой я никогда не пользуюсь. Такие были мои секреты. Я буду покупать обязательно их снова. Средства просто потрясающие. Я надеюсь, что это будет представлено на сайте. Ну что же, рассказала вам немножко секретиков. Сейчас сделаю вам такой завершающий шаг. Хочу сказать тоже такой секрет по поводу образа. Сейчас, смотрите, я в спортивном костюме. И чтобы немножечко сделать такой, ну не совсем уж спортивный стиль, я выбираю вот такие роскошные сережки, которые очень красиво сочетаются с красным цветом. Я очень часто миксую соединения стилей. То есть, если, допустим, у меня короткая юбка, да, чтобы она не была чересчур выглядела, скажем так, вызывающей, я одену, допустим, какие-то бочинки грубые, вот, чтобы был такой немножечко баланс стилей. Вот, и я считаю, очень красиво смотрится такой спортивный стиль с легким, с легким касанием какого-то такого, вот, совершенно противоположного стиля. Вот, я думаю, этого будет вполне достаточно, чтобы не скатиться прям в такой тренировочный, в тренировочный вид. Я иду всего-навсего забирать ребенка из школы, поэтому я думаю, что этого вполне достаточно. Все, парфюм дня мы выбрали, еще раз растимся мандарик и базилик. Благодарю всех за просмотр, надеюсь, я была вам полезна, рассказала вам кое-какие секреты, хотя, возможно, этих секретов и нет. А мы с вами делимся, конечно же, в моих дальнейших уже парфюмерных видео, потому что я сегодня буду слушать парфюмерные мальчики, пока. Субтитры сделал DimaTorzok